Есть предварительный прогноз, что к началу осенне-зимнего периода объем воды в Токтагульском водохранилище будет составлять 14,9 млрд кубометров. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник службы эксплуатации и ремонта энергооборудования Улукбек Мамыралиев. По его словам, сейчас электрические станции активно ведут работы для недопущения каких-либо веерных отключений в зимний период. Проводятся текущие капитальные ремонты основного и вспомогательного оборудования. Также прорабатывается вопрос импорта электроэнергии из Казахстана. Подробности далее. Объем воды в Токтагульском водохранилище в этом году ниже по сравнению с прошлыми годами. Причиной тому стали редкие осадки и небольшое таяние ледников из-за погодных условий. Статистика по объему воды в водном резервуаре за последние годы выглядит так. По данным на 1 октября 2017 года объем воды в водохранилище составлял 19,6 млрд кубометров. Показатель на октябрь 2018 года составлял 19,2 млрд кубометров. На 1 октября 2019 года объем воды сократился до 17,2 млрд кубометров. По последним данным на этот год объем воды составляет 14,4 млрд кубометров. Ближе к сентябрю будет известен точный прогноз. Есть расчеты, что этот объем будет составлять 14,9 млрд кубометров воды. По словам специалистов, на сегодняшний день у горожан есть опасения по поводу возможных веерных отключений электроэнергии в период холодов. Однако бояться нечего. Вопрос находится на особым контроле. Дополнительно для недопущения веерных отключений наша организация полномасштабно проводит запланированный капитальный текущий ремонт основного испомогательного оборудования. За первые полугодия мы полностью выполнили наши ремонты. Также в случае необходимости вопрос импорта из республики Казахстан от электроэнергии сейчас на данный момент прорабатывается и вопрос на стадии решения. Отметим, на сегодняшний день приток воды в Токтагульском водохранилище составляет 739 кубометров, расход 345 кубометров. Если сравнить с прошлым годом, объем воды в хранилище сократился на 2,2 млрд кубометров. Такой показатель связан также с малой заснеженностью в зимний период. Объем водохранилища на сегодняшний день составляет 14,4 млрд кубометров воды. То, что дождливая погода была, это факт, но, несмотря на это, основная составляющая водохранилища зависит от таяния ледников, также от таяния, ну и снежная погода в основном в Нарынской области, которой, как вы сами знаете, это зимой у нас и снега по республике очень мало было. И вот за первые месяцы лета тоже погода не совсем такая жаркая, чтобы она могла дать какой-то фактор, чтобы к таянию ледников. Специалисты отмечают, что объем воды в Токтагульском водохранилище напрямую зависит от погодных условий. И вопрос об уменьшении количества воды в связи с ее использованием в других целях невозможен. Каждая ГЭС работает в соответствии с заданным графиком, который строится в зависимости от потребности населения в электрической энергии. Сегодня больше работает агрегатов, значит, воды выходит больше. Меньше агрегатов, меньше воды. Плюс, в основном, вода на реке зависит от таяния ледников. Если ледники тают интенсивно, значит, воды больше. А если облачно, холодно, воды будет меньше. Поэтому беспокоиться не надо. Мимо гидро-турбин, мимо гидроагрегатов, вода практически никуда не двигается. Поэтому вся вода используется по назначению. Отметим, вода, которая используется в Токтогульском ГЭС для выработки электроэнергии, после проработки подается в другие гидроэлектростанции ниже по течению. Токтогульское водохранилище является одним из самых крупных водохранилищ республики. Гидроэлектростанция при нем обеспечивает 40% населения электроэнергии. Мощность ГЭС составляет 1200 мегаватт. Айтолкун Сулпыва, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.